Это тоже электричество. Зажму что-нибудь и всё. В этом коридоре уже не один раз белили потолки и красили стены. Но каждую весну появляются новые потёки. И это ещё не самое страшное. Жители дома на Носово-5 с тревогой ждут проливных дождей. В один из таких ненастных дней в квартире родителей Натальи Халоша просто рухнул потолок. Такого никто не ожидал. В доме был проведён капитальный ремонт. Я обращалась во все инстанции. Я последнее письмо, это было в аппарат президента, в Минкультуру писала, в Москву. То есть во все инстанции, ГЖИ, там, счётная палата. Активная женщина смогла добиться компенсации ущерба и повторного ремонта кровли. Казалось бы, все проблемы решены. Но с проливными дождями по стенам и потолку вновь потекли ручьи. Ремонтировать кровлю в третий раз подрядчики не спешат. А скоро заканчивается гарантийный срок на проведённые работы. Фонд, в двух словах, от гарантийных обязательств по этому дому не отказывается. То есть мы будем их исполнять. То есть здесь факт зафиксирован, гарантийный случай есть. И даже то, что срок кончится, это не снимает ответственность конкретно по этому дому. К решению проблем жителей дома на Носово-5 подключилась депутат Тольяттинской городской думы Галина Муканина. Я обратилась к подрядчику ещё в 2019 году, кто ремонтировал эту крышу с просьбой в рамках гарантийного ремонта исправить себя недостатки. Мне пообещали, у меня есть письмо, но недостатки не устранили. Пришлось обратиться в фонд капитального ремонта, к Константинову с письмом. И обратиться в областную прокуратуру, чтобы в конечном итоге всё-таки навели порядок. Благодаря усилиям депутата к решению проблем собственников этого дома привлечено и областное министерство культуры, так как дом является объектом исторического наследия. Хочу сказать, что Галина Валентиновна очень ответственный человек. И если она берётся за какие-то вопросы, то она обязательно это контролирует, во-первых. Во-вторых, всё доводит до конца. Жители дома уверены, что помощь наконец-то придёт. Подрядчики сделают качественный ремонт кровли и совсем скоро люди перестанут с тревогой ждать ненастную погоду. Юрий Скалов, Андрей Комиссаров, Новости Толиэти.